Всем привет! Я приветствую вас на своем видео уроке, в котором я вам расскажу, как загнуть объект. Также в этом видео уроке мы с вами рассмотрим, как создать такую магнитную подкову. Итак, приступим. У нас все начинается с куба, который мы немножечко модифицируем. Удлиняем. Здесь равномерно, наоборот, уменьшаем его сечение. Для того, чтобы у нас работал модификатор сгиба, необходимо кнопочкой преобразовать данный объект. Я нажимаю клавишу Tab и перехожу в режим Edit Mode. Выбираем Loot Cut. И здесь указываю, допустим, число 40. Это количество элементов, на которые я разобью наш объект. Нажимаем, и он у нас разбился на 40 равных кусочков. После чего переходим снова в режим Object Mode. Добавляем новый Mesh в нашу пустышку Empty. Перемещаем эту пустышку в отдельное место. И сейчас самое время применить наш модификатор к нашему объекту кубу. Модификатор Simple Deform. У нас он должен деформироваться по оси Z и относительно этой пустышки. Можно здесь выбрать, можно здесь выбрать. Я выберу здесь. Twist – это закручивание. Bend – это как раз и сгиб. То, что нам нужно. Вот. Наша труба с квадратным сечением немножечко изогнулась. Чтобы увеличить угол, меняем это значение 90, 180, а если нужно полностью окружность кольцом, то 360. Наша пустышка здесь выполняет роль некого штурвала. Увеличивая расстояние между нашей пустышкой и центром вращения нашего первоначального объекта, мы увеличиваем его радиус. Уменьшая расстояние, мы уменьшаем его радиус. И если они у нас совпадают, он у нас не всегда становится равен нулю. Провянули у нас он где-то примерно вот здесь вот. А тут уже начинается, где-то уже в другую сторону сгиб у него идти. Сейчас я снова вернусь к данному модификатору и поставлю 180 градусов для того, чтобы показать вам еще одну вещь. Еще интересная здесь вещь – это вот эти вот ограничители. Причем они работают, так сказать, инверсивно. Если я тут, допустим, нажму 0,3, а здесь нажму 0,7, то мы получаем вот такую вот подкову, которую я вам говорил с самого начала. Соответственно, здесь увеличивается расстояние между ними, тут уменьшается расстояние между ними. Если же мы здесь, допустим, оставим единичку, здесь я покажу 0,5, у нас получается вот такая вот клюшка, то есть с этой стороны загнута. Если же здесь ставлю на 0, а здесь на 0,5, то наоборот, с этой стороны у нас получается такая клюшечка. Если же я везде ставлю 0,5, то у нас получается везде прямая линия. И так, собственно, с этими значениями можно играть для того, чтобы получить какие-нибудь интересные результаты. Так, ставлю 0,3, здесь 0,7, и у нас получается вот такой вот объект. Примещая здесь, он будет вращаться относительно этой точки, возвращая на исходную позицию, естественно, примет исходное положение. Ну, вот и, собственно, и все данный модификатор. Если будут вопросы, задавайте, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!